коллеги приветствую вас на нашем очередном гастроклубе хочу сказать что частенько на приеме у гастроэнтеролога и терапевта наверное тоже бывают такие пациенты которые приходят с жалобами на боль в животе например или бурление вздутия в кишках и они абсолютно уверены что все дело в глистах и приносят показывают врачу анализ который они сдали анализ крови в которых выявили антитела каким-то гельминтом и дальше встает вопрос о том что надо вот эти гельминты которые выявили в крови лечить потому что пациент уверен все дело в паразитах у него есть дома собака и все ему сказали что вообще все болезни от глистов ну и дальше начинается эпопея что никто не понимает как быть с этим пациентом что значит эти антитела ну и в общем таких историй достаточно много может быть они встречаются не каждый день в нашей с вами клинической практике но раз в неделю наверное у каждого из нас встречаются поэтому сегодня я решила поговорить о паразитозах о гельминтозах о лимблиозах амибиазах и призываю вас как обычно мне кажется тема очень интересная писать ваши вопросы прям в течение передачи в чате пишите вопросы мы в конце очень постараемся на них подробно ответить вот и сегодня для того чтобы обсудить эту тему я пригласила к себе в студию врача инфекциониста педиатра ковалева валентина сергеевича здравствуйте добрый вечер скажите да пару приветственных слов нашим зрителям я думаю что тема очень актуальна потому что пациентов которые у себя что-то ищут становится все больше и больше и врачей которые пытаются тоже что-то найти все больше и больше становятся поэтому вопросов возникает очень много и как раз я думаю что мы сегодня попробуем на эти вопросы ответить как-то более-менее структурировать всю эту информацию разложить и понять что мы должны делать что делать не надо и в каких случаях как мы будем себя вести если что-то вдруг выявляется поэтому ну наверное вот таким образом а вот давайте начнем с актуальности проблемы вот всем кажется что вообще каждый человек обязательно каким-то гельминтом дозаражен насколько вот в нашей конкретно стране гельминтозы паразитозы это актуальная проблема ну тут да можно посмотреть статистику восс можно посмотреть статистику роспотребнадзора это все есть в открытых источниках с одной стороны если посмотреть данные ВОЗ то ВОЗ декларирует что гельминтозы это бремя очень большая проблема гельминтозов и что население что гельминтозы довольно сильно распространены но опять же надо учитывать что рекомендации ВОЗ ориентированы больше даже на развивающиеся страны в основном на такие страны как Африка как Азия как Латинская Америка где это действительно очень широко распространено и встречаются с отчетанной инвазией например для стран скажем так ну нельзя наверное так сказать более цивилизованных скажем так где гигиене уделяются больше внимания да то есть мы же не пьем воду там из речки в которую там животные какие-то как вот вот для нашего региона для европейского региона в принципе эта проблема менее актуальна она все-таки характерна для развивающихся стран и ну по данным роспотребнадзора я думаю что все могут посмотреть эти данные для нас все-таки наиболее актуален из всех гельминтозов и преобладает по тому что регистрируется это Астрица это интербиоз это действительно довольно частая проблема потом скажем у детей или у взрослых в основном у детей дети преобладают да скажем потом почему потому что опять же забегая вперед нельзя говорить вот про всех глистов целиком они все индивидуальные у них у всех свой жизненный цикл у них у всех разные хозяева и разные механизмы поэтому их можно разделить на несколько разных групп я думаю на этом мы остановимся тоже вот наверное на территории российской федерации следом идет аскоридоз опять же это более характерный гельминтоз для сельской местности для сельского хозяйства опять же учитывая путь передачи и наверное на третьем месте по регистрации это будет эпистархоз учить это связано как раз тем что наверно все две трети всего эпистархоза в мире приходится как раз на территорию российской федерации потому что это так называемый эндемичный гельминт который характерен в основном для крупных сибирских рек для определенной территории то есть я думаю что когда мы будем говорить о гельминтозах мы опять же будем говорить об эндемичных территориях то есть например если вы живете в городе там санкт-петербург санкт-петербург или в москве мы будем обследовать и искать что-то одно если вы например живете где-нибудь на юге россии мы там уже добавим другое например тот же хинококос если мы например получаем пациента который где-нибудь по жил долгое время на берегах енисея или каких-то других крупных сибирских рек мы будем искать у него опять же например эпистархоз то есть очень многое зависит от того региона где человек проживает от его рода деятельности и от собственно говоря от его занятий поэтому для диагностики гельминтоза надо помнить что самым важным является так называемый эпидемиологический анамнез в первую очередь обязательно надо спрашивать у человека где он родился где он жил потому что да если он приезжает например с какой-то другой проблемой недавно я сталкивался да и он говорит что он например родился и вырос в новосибирске я его спрашиваю а вы эпистархозом болели он говорит да конечно ну там примерно треть населения действительно болеет и он течет у них как типичный в принципе холецистых лангит но опять же допустим для нашего региона это инвазия не характерно поэтому то есть если пришел пациент который уверен что у него живот болит из-за гельминтов мы подвергаем это сразу большому сомнению начинаем выяснять в первую очередь какой-то эпидемиологический анамнез не ездил ли он например там в азию африка в азии африка триланд например да на самом деле тут очень много таких интересных психологических феноменов я думаю что можно с психологами обсудить это довольно интересный вопрос например очень многие пациенты например с какими-то довольно серьезными заболеваниями хроническими они пытаются найти причину этих заболеваний ну например пациент системной красной волчанкой он с одной стороны он не может принять потому что он открыл интернет почитал это пронизал он это циклофосфан это тяжелая терапия это все отвалится и вон вот на первых порах он как бы отрицает до свое заболевание и если он в этот момент найдет какого-нибудь доктора который ему скажет ой да это у вас инфекция давайте сейчас поищем там герпес вирусы и арсениоз там еще что-то и он с радостью за эту соломику хватится потому что с одной стороны он как бы будет ему сложно принять вот то что у него что-то такое страшное в организме случилось да какая-то вот там поломка может быть генетическая какая-то системное заболевание которое долго и тяжело надо лечить а тут находится такой вот объяснимый четкий явный враг да то есть пациент с рк да 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 вот и ему хочется понять почему с рк это очень большая проблема потому что ему сложно осознать что это его нервная система так реагирует на импульсы до которые восприятие головным мозгом сейчас же очень много вот этих как раз заболеваний связанных с нарушением восприятия нормальных сигналов да то есть также фибромиалгия например вот и как бы когда речь идет о том что надо лечиться особенно какими-нибудь еще препаратами не дай бог из группы антидепрессантов все сразу полное отрицание и пациентный начинает как бы это для человека объяснимо он начинает искать внешнего врага то есть вот не я такой вот у меня там что-то сломалось да а вот конкретная бактерия это она виновата конкретный вирус например да конкретные простейшие или гельминты и на самом деле я в эту сторону немножко так копал смотрел существует же очень много вот таких даже групп больших в социальных сетях например там они немножко даже секты напоминают которые там одна группа ищет у себя хронический арсениоз там и хламидиоз другая группа отдельная это болезнь лайма хронический боррелиоз да кто-то ищет гельминтов кто-то ищет герпес вирусы вот ну то есть мы должны люди пытаются найти внешнего врага то им проще так жить что гельминтоза все-таки совсем другие клинические проявления чаще всего да что там от остриц живот не болит да ну он может конечно болеть когда идет выражена миграция но это не основная жалоба ну хорошо давайте сейчас мы перейдем дальше вот у меня еще такой вопрос если мы все-таки подтвердили что да у человека гельминтоз кто должен его лечить терапевт гастроэнтеролог инфекционист паразитолог вот могу я как гастроэнтеролог взять и начать лечить аскориды допустим а почему нет да я думаю да потому что опять же ну надо посмотреть конечно профессиональные стандарты ну например тот же энтербиоз аскоридоз входит в профессиональную компетенцию например того же врача педиатра представляете если весь энтербиоз который выявляется в детском саду отправлялся бы к инфекционисту ну там как бы ну смысла нет да какие-то более скажем так сложные случаи где или действительно нужен дифференциальный диагноз где мы вот думаем например пациент имеет какую-то проблему в гепатобилиарной зоне там и мы думаем у него там рак у него там камни застряли или у него там обтурация аписторхами идет и вот там да можно там и хирурга привлечь гастроэнтеролога и инфекционисты и вместе устроить как бы консилиум а когда это в принципе банальная инвазия которая диагностируется довольно просто и которая и лечится относительно просто как бы терапевт педиатр все карты в руки значит мы сегодня должны донести как должен действовать терапевт и гастроэнтеролог в случае если мы установим такой диагноз теперь мне кажется будет логично поговорить вот вы с самого начала сказали что каждый гельминтоз он совершенно не похож на другой у него свои пути передачи свои симптоматика и так далее вот давайте сейчас какие-то самые основные гельминтозы которые встречаются у нас в россии постараемся обсудить чего начнем со стриц ну я бы сначала бы все-таки их поделил бы на группы то есть у нас есть вот если взять все гельминтозы они все разные да то есть например по морфологии мы можем из них выделить до круглые черви плоские черви и сосальщики ну грубо говоря три больших группы отдельно простейшие я думаю если время останется мы про них поговорим ну вот если проект гельминты например опять же есть антропонозы есть антропозоанозы то есть гельминты характерны только для человека есть гельминты характерны и для человека и для животных которые могут инвазировать а есть гельминты например только для животных которые не патогены для человека это раз вот опять же большие группы есть ну я думаю что многие помнят по-моему, все-таки седьмой класс, это зоология, прудовик, вот это вот все. Есть биогельминтозы и геогельминтозы. То есть чем отличается биогельминтоза от геогельминтозов? Они отличаются, грубо говоря, тем местом, где созревает личиночная стадия, куда попадает яйцо и где оно созревает. Например, для геогельминтозов это почва, ну почва там что-то неодушевленное, грунт какой-то. Например, типичный это аскоридоз. То есть яйца попадают в землю, в земле они приобретают инвазионность при определенной температуре, вы эти яйца съедаете. И аскоридоз, про это надо помнить классический, что это антропонос, никакая кошка и собака не виновата совершенно в аскоридозе. Аскоридоз это грязные руки, это грязные немытые овощи, и это исключительно человечьий гельминт. Тогда можно сразу спрашивать, вот продают такие, знаете, салаты, уже как будто бы мытые, упакованные, зеленые. Их вот мыть невкусно, они потом теряют свои свойства. Скорее всего, они немытые. Вот надо мыть купленный там салат? Ну, смотрите, для того, чтобы заразиться вот аскоридозом, фактически, да, у нас должна сработать цепочка. Опять же, вот про что я... У нас для каждого гельминта характерна своя вот эта вот биологическая цепь. Поэтому, чтобы яйца гельминтов попали на салат, значит, на них должны попасть... Кто-то должен, грубо говоря, человеческими фекалиями, зараженными этими яйцами, удобрять этот салат. Ну, в принципе, сейчас, наверное, это не настолько распространено, чтобы... Может быть, из земли как-то попало. Ну, это же цепочка должна сработать. То есть, грубо говоря, человек, инвазированный аскоридами, у которого... Аскориды продуцируют яйца. Яйца должны попасть с фекалиями в почву. Там при определенной температуре какое-то время находиться, чтобы приобрести инвазионность. Потом попасть на этот салат, и в этот салат должны съесть. То есть, как бы, цепочка-то довольно хрупкая. Чтобы вот эта цепочка сработала, это должно сработать сразу, вот знаете, несколько... Ну, то есть, теоретически возможно, но вероятность очень низкая. Это возможность, вероятность, очень низкая. Особенно, если этот салат выращивается в каких-то теплицах. Ну, я думаю, что все знают, как выращиваются там огурцы, помидоры. Вряд ли человеческие фекалии вообще туда попадают. Более опасны, например, да, какие-нибудь там средние полоса бабушки, которые действительно могут вот... То есть, ну, точно так же, как, например, молочные продукты, если вы покупаете в магазине, оно, в принципе, проходит в ветконтроле, оно нормальное, и вы вряд ли что-то там подцепите. А как раз, если вы покупаете какой-нибудь деревенский там творог или там сметану на рынке, или поехали к бабушке, бабушка там сама сделала что-то там, и вы это съели. Конечно, тут дезинтересно вы подхватите. Ну, потому что, да, это экологически чистое, но в этом оно и растет. Это, собственно говоря, естественная среда обитания. Вот, поэтому, может быть, там, да, а вот промышленным способом оно настолько все, скажем так, 10 раз проходит контроль, проверяется, ну, там очень сложно, да. Поэтому, опять же, сами вот, ну, у кого есть там свое хозяйство, да, ну, как бы я не думаю, что многие прямо своими, так сказать, испражнениями поливают грядки. Ну, все-таки как-то вроде сейчас и удобрений других полно, и, ну, редко кто сейчас у всех септики стоят. Ну, как бы вот цепочка эта должна сработать, точно так же, как и для всех остальных гельминтов. Так, ну, я вас перебила, вы там рассказывали нам классификацию. Да, гео-био, да, то есть, получается, био для гео характерно взревание личинок, ну, в чем-то неодушевленном, да, в почве. А для био, соответственно, должен быть промежуточный хозяин. Ну, опять же, вспоминаем школьный курс биологии, вот этот прудовик несчастный, которого все там рисовали, как там в нем что-то. Рыба, например, или, ну, там, для свиного цепня это будет, там, свинья, там. Кабан. Кабан, да, ну, кабан это больше трехинелла. Вот, для, например, широко распространенного, как раз в нашем регионе, широкого лентеца из плоских, да, он преобладает, наверное, вот, ну, по крайней мере, северо-запад. Вот, это рыба, это щука, это щучий край, неоднократно я с этим сталкивался, потому что это действительно частая вещь. Вот эпистархоз, например, если бы я работал где-то в Новосибирске, да, у меня там эпистархоз пациентов, там, просто очередь бы стоял. Здесь их нету, ну, здесь зато у нас есть широкий лентец, например. Тоже очень интересная, я думаю, что многие там могут посмотреть, такая, он красивый сам по себе, людей пугает, когда это все выходит из них. Ну, опять же, вот, опять же, это рыба, это щука, выловленная самостоятельно, и плохо просоленная икра. Вот, как бы, если люди говорят, что вот такое делали, ну, да, конечно, ищем. Давайте сейчас вот уже более конкретно поговорим о гельминтозах различных. Начнем с остриц, а скорее кто? Давайте с остриц начнем, эту тему как бы так быстро закроем. Остриц это чистый антропонос. То есть от собак, от кошек заразиться невозможно? От собак, от кошек заразиться невозможно, можно заразиться от детей в детском садике. Это геогельминтоз или био? А вот для остриц, по факту, это очень, там нету промежуточной вот этой стадии, промежуточного хозяина нет, да. Но там и нет, очень часто нету стадии инкубации в почве, потому что для остриц, это он особняком стоит, для них характерна аутоинвазия. То есть человек сам себя может многократно инфицировать. Там же как получается, они живут в толстой кишке, выползают, откладывают яйца, эти яйца и могут забрасываться и опять вызывать инвазию. И, например, если это ребенок, возникает зуд, он, собственно говоря, чешет там, где зуд, и потом эти руки попадают в рот, и этот цикл идет до бесконечности. А другой человек как может заразиться тогда? А точно так же грязные руки. Грязные руки, то есть ребенок почесал, потом что-то потрогал. Я думаю, мало кто дома, например, целенаправленно обрабатывает кнопки унитаза, например, краны, усмесители, дверные ручки, например. То есть если в семье заражен один человек, то, скорее всего, все остальные тоже будут заражены. Значит, вот энтеробиоз как исключение, опять же, да. То есть, ну это, я думаю, дальше мы будем говорить про вот как раз профилактические вот эти вот глистогонные разные схемы и прочее. Вот, если в семье выявляются острицы у кого-то, то мы лечим всю семью. Это вот единственное исключение, потому что путь контактный, путь внутри семьи, и очень часто как раз получается реинфицирование именно внутри семьи. То есть этим яйцам не надо никакую инкубацию? Этим яйцам инкубация не нужна, да. Они сразу заразны, они сразу попадают. И по идее, ну для остриц, для них как раз вот эта схема, что однократно, одномоментно лечится вся семья, независимо от возраста. В это же, как бы в это же время меняется все постельное, нателенное белье, кипятится, гладится. И так как препарат действует только на особи, но не действует на яйца, рекомендовано через, ну в среднем, 9-10 дней повтордоза. Так же всем однократно. То есть однократно там выпил, потом через 10 дней повтордоза. Ну, стандартный препарат, самый, наверное, распространенный, это альбиндозол. Я думаю, не надо изобретать велосипед. Он доступен, он относительно безопасен по сравнению со всем остальным. И как бы дешевый, стартовый, стандартный препарат. Я думаю, его достаточно. Теперь у меня вопрос. Вот мы же проводим диагностику, да, как-то. Как мы должны заподозрить, что человеку надо провести диагностику энтеробиоза? Есть симптомы клинические? Симптомы клинические есть. Энтеробиоз входит в такие, скажем так, декретированные инвазии. И я думаю, что многие помнят, кто ходит в детский садик и в начальные классы школы, что в первую неделю, так сказать, прихода детей в коллектив, им всем берется соскопный энтеробиоз. Стандартная вот эта вот там дырочка к светику. Пленка клеится на периональные складки, клеится на стекло. Но самый простой способ диагностики микроскопия и способ, который позволяет действительно это все выявить, потому что находится, если оно есть. И это именно скрининговый, да, потому что инвазия распространена как раз в детских коллективах. А другие методы есть? Какие-то там, вот, кал с обогащением? Нет, смысла нет. То есть единственный метод для остриц это единственный метод периональный? Для остриц, да, для остриц это соскоп периональный. Вот. И какие могут быть симптомы, в принципе? Часто описано, что это может быть самопроходящая инвазия, и она может не иметь вообще никаких симптомов. Симптомы, которые позволяют заподозрить, это все-таки зуд, в первую очередь. У девочек это зуд, и не только периональный, это могут быть вульвиты, потому что и как раз острицы бывают частой причиной рецидивирующих инфекций мочевых путей, например, циститов у девочек, вульвогенитов у девочек. Поэтому если вдруг постоянно какие-то выделения, постоянно какое-то, вот вроде нет данных за то, что это хороший такой пилонефрит, а вот постоянно что-то такое, вот вяло текущее, какие-то лейкоциты в моче постоянно, какой-то там эпителий, ну вот постоянно какая-то грязная моча идет. А у взрослых? У взрослых все-таки это же больше проблема гигиены. Ну, у взрослых, чтобы вот это было, это надо, ну, скажем так, не соблюдать какие-то элементарные правила гигиены, поэтому все-таки это менее характерно. Но вот основное это все-таки зуд, ночной зуд. Живот не болит, там аллергии нет, сыпей нет каких-то нафт. Это все-таки локальный гельминт. При массивной инвазии, конечно, могут быть боли в животе, описаны случаи заползания, их также в червеобразный отросток, но это казуистика, то есть они дальше толстой кишки не эмигрируют все-таки, и как бы прямо вот при массивной инвазии может быть что-то, да, будет. Но в основном все-таки это зуд. Зуд, раздражение, вульвиты, какие-то периональные дерматиты, в принципе, вот, да, у детей в основном это. И, в общем-то, вот двух приемов альбиндозола в большинстве случаев бывает. Обычно достаточно. А нужно как-то контролировать потом, да, или нет? Фокус в том, что ребенок, ну, во-первых, симптомы, да, контролировать желательно. Ну, опять сделать соскоб, да. Но фокус в том, что как бы тут, это вот знаете, как с овшами в школе и в садике, да. Вот пока кто-то там носит, вы хоть обобрабатываетесь. Вот пока источник не будет найден, будут постоянные реинвазии. Вот. То есть вы можете там, я не знаю, волосы стричь там керосином. А вот кто-то один вот такой вот паршивый овца в классе есть, и она постоянно будет инфицировать. Поэтому вот тут, вот. Ну, в принципе, острицы, да, они преобладают там порядка 90%, по-моему. Я так цифры по регистрации не скажу, но это самый частый элемент, который у нас есть. Так, ну и самый понятный, наверное. Да, ну самый понятный. Давайте теперь к аскоридам. Да, с аскоридой. Аскориды это все-таки больше сельское хозяйство. То есть, например, вот для крупного города, такого как Москва или там Санкт-Петербург. Сельское хозяйство, потому что мы заражаемся от земли, да? Мы заражаемся от земли, да. То есть, фактор основной – это земля с яйцами, которые попадают из человеческих фекалий. Поэтому те, кто удобряет, собственно говоря, грядки человеческими фекалиями, вот они загрязняют, и дальше идет, это, опять же, антропонос. То есть, это чисто человеческий гельминт. Есть аскориды, характерные для домашних животных разных, но они не пересекаются. Та же тархинелла, про которую, наверное, мы будем говорить, это тоже круглый червь. Та же тархинелла – это вариант, ну, грубо говоря, похожий, это нематода. Ее можно назвать аскоридой, которая паразитирует, например, у хищных животных. Но человек – это тупиковая ветвь для тархинеллы. То есть, чтобы как бы заразиться, ну, то, что я уже говорил, да, надо человека съесть. То есть, для аскорида это так не работает, то есть, аскорида попадает в организм человека, у нее есть определенный цикл, яйца попадают в тонкую кишку, они выходит личинка, желудочный сок это яйцо растворяет, личинка внедряется в стенку, и происходит страшное, конечно, людям лучше, наверное, про это не знать, потому что это будет во сне сниться. Эта личинка попадает в кровоток и начинает мигрировать. И вот там возникают как раз вот эти легочные инфильтраты, и вот эта вот миграция этих личинок заканчивается тем, что попадает из дыхательных путей эта личинка обратно уже в пищевод в виде половозрелой особи. И дальше оно уже попадает в кишку, и там, собственно говоря, живет. Как она не погибает в желудочном соке? Она же все-таки уже живая, не в виде там… Кто? Личинка, которая из легких попала в пищевод, она же должна через желудок пройти? Не погибает, да? Она нет, она не погибает, но, во-первых, она уже все-таки более взрослая. Может быть, какие-то факторы, опять же, есть, например… Защита? Да, может быть, ну, если так подумать, например, люди, которые принимают, например, препараты, которые снижают секрецию, может, более подвержены. Но они, в принципе, подвержены уже кишечным инфекциям. Вот. То есть люди, у которых желудочный сок такой ядрененький, они меньше болеют там всякими кишечными инфекциями. Вот. Ну, имеют, может, другие какие-то проблемы. Вот. Так, на чем мы остановились? Мы остановились на том, что они попадают в кишку, а теперь мне хочется вот это поговорить о симптомах, раз уж там все так страшно происходит. Ну, про аскориду что можно сказать? Для аскорида в среднем живет около года полутора. Для аскорида характерно, что еще интересно, что там есть половой деморфизм. Они есть мальчики и девочки. Да. Вот. И, соответственно, если, например… Попала только девочка? А если попала только девочка, то ничего не будет. Она там поживет, поживет определенное время. Или вот, как кто-то мне говорил, два мальчика, извините, в кем я жила, да. Поэтому яиц никто никаких не находил. Их потом, ну, они нашли на эндоскопии. Ну, вот, ну, такое тоже бывает. То есть их там должно быть по крайней мере двое? Да. Для того, чтобы дальше это все продолжалось, должен быть мальчик и девочка, соответственно, происходит благотворение, и самка начинает откладывать яйца. Яиц она откладывает очень много, поэтому основной метод… То есть вот на стадии миграции, когда вот как раз идет эта личиночная стадия через легкий кровоток, могут быть какие-то общие симптомы. Недомогание, лихорадка какая-то, что-то вот такое вот продромально-орзешное, например. Могут быть какие-то летучие аллергические сыпи, например. Ну, действительно, потому что есть аллергизация. И в этот период как раз будет высокая азенофилия. Сколько? Ну, для гельминтозов характерно все-таки азенофилия высокая, хотя бы больше 15-20. То есть не как там у нас 5-7, там, типично для обычного аллергико-стандартного среднестатистического. А кашель может быть? Может быть кашель, могут быть кашель. Если мы сделаем в этот момент рентгенограмму или КТ, мы увидим легочные инфильтраты. Такие, то, что называется азенофильной пневмонии. Но это довольно скоротечный момент, и как бы это надо вот прям прицельно, скринингово. Вот можно попасть на эту стадию, тогда мы ее вот выявим. Может не попасть, она прошла там под видом ОРЗа. Ну, это довольно быстро проходит и ничем не опасно, да, в глобальном? Да, это ничем не опасно, ну, кроме там какой-то вот интоксикации небольшой азенофилии. Вот. И потом оно уже устаканивается в кишке, и они начинают там жить, собственно говоря, питаться и размножаться. Но они же потом, если они оба умрут через полтора года, значит, все, как бы мы можем от этого избавиться. Да, на самом деле есть люди, которые... То есть аскорида, она не будет там жить вечно. Бывают массивные инвазии, да, когда их много, когда они сплетаются в клубок, когда начинается миграция, когда там они выползают из носа, там заползают в бронх. Ну, такое тоже бывает, да, когда там они при массивной инвазии, они могут вызвать, например, кишечную непроходимость, завязаться, грубо говоря, там в узлы. Ну... А они вообще длинные? Ну, аскорида 15-20 в среднем, то есть, ну, она не сильная, это не ленточные, которые там у нас метрами измеряются и десятками их. Вот. Ну, в среднем 15-20, ну, как бы стандартная такая вот. То есть, в общем, есть шанс, что через полтора года они сами погибнут? Если нету реинвазии, если нету новой свежей инвазии, то они погибают, и, в принципе, человек от аскоридозы избавляется сам. То есть, не бывает хронической инфекции. Например, если вот сосальщики уже живут или ленточные, они могут годами жить. А аскорида, всё, она как бы проходит цикл, яйца от металла, потом они всё... А в чём тогда её опасность, вот если кроме там кишечной непроходимости? Ну, потому что всё равно целый год это всё тянется. Конечно, какое-то недомогание, какие-то общие симптомы, опять же, боли в животе могут быть, мезодениты какие-то могут быть. То есть, какие-то вот такие блуждающие симптомы могут быть, в принципе. Ну, такие реактивные, да? Да, не специфические очень, да. Но они будут. Ну, и опять же, целый год ходить с этим тоже как бы не сильно. А как тогда мы можем выявить аскорид? Значит, аскорида, если там действительно идёт оплодотворение, аскорида выделяет очень много яиц на самом деле. И эти яйца очень хорошо видны даже самому простому лаборанту-двоечнику. То есть, там не надо каких-то специальных методов, их много. Их много, и они очень типичные. И они прямо вот, если они есть, они видны. То есть, это анализ кала? Анализ кала, да. На яйца глистов? На яйца, да, глистов. Поэтому можно и обычный, нативный. Ну, сейчас как бы принято всё-таки, если вы сдаёте анализы, то это формалин-эфирное обогащение. Или как вот вариант этого, то, что мы обсуждали. Парасепт, метод эфирной концентрации, как бы коммерческий в виде уже отдельных готовых сепараторов. Ну, вот что-то вот из этой серии. А вот ещё говорят, что там надо сдавать три раза подряд, или там через неделю. Ну, там есть определённые циклы метания этих яиц, но обычно всё-таки оно находится. Ну, желательно, да, если вот у нас мы прицельно ищем, то где-то с интервалом в неделю раза три можно сдать посмотреть. То есть, один раз в неделю, три недели мы сдаём, если у нас есть подозрения. А подозрения у нас возникают, если мы видим неясную эзенофилию высокую, какие-то неспецифические симптомы общего недомогания и, возможно, боли в животе, да? Ну, я думаю, да. Вот это будут показания к анализу на... Я думаю, да, боли в животе как раз. Потому что чаще, конечно, дети болеют, ну, из-за особенностей гигиены. И, конечно, тут аскоридоз больше характерен, ну, как бы, для социально менее развитых регионов. То есть, это не город. Это, опять же, ну, грубо говоря, надо... Сельское хозяйство. Не дружить с гигиеной, да. Так, следующий кто у нас? Кто у нас следующий? Апистархоз? Ну, можно поговорить про апистархоз, да. Апистархоз, в принципе, это, наверное, третье место по всей России. Это эндемик, так называемый, да. Если для, например, остриц и аскорид всё-таки такое повсеместное распространение, ну, там в городах меньше, в сельской местности больше, то апистархоз имеет совершенно чёткие эндемичные территории. Потому что апистархоз связан с определёнными реками. Реже это по Волжи, чаще это крупные сибирские реки. Всё-таки, хотя вот, ну, периодически тоже бывает, ну, это больше казуистика, там, тоже Подмосковье. Да, и вот, ну, для того, чтобы заразиться апистархозом, апистархоз – это биогельминтоз. Соответственно, он имеет своего промежуточного хозяина и ни одного, ну, грубо говоря, фактора инвазии, передачи личинок. Личинки находятся в рыбе, в речной рыбе. Это должна быть плохо термически обработанная речная рыба семейства карповых. То есть это не там треска и хек, которые вы покупаете замороженным в магазине, да, или там охлаждённым. Это должна быть рыба, выловленная, в принципе, часто самостоятельно кустарным способом. И это такие, наверное, виды, как, например, линь, хариус, то есть, ну, опять же, вот, это надо быть рыбаком, и надо в этом очень так вот хорошо разбираться. То есть, например, в той же щуке нет, щука – это немножко другое. То есть это определённая рыба в определённой местности. И плохо термически обработанная, да. Так, и что дальше происходит? Вот мы её съедаем. Это, ну, это уже другая группа гельминтозов, это трематоды или это сосальщики, это, ну, двустки так называемые. Их несколько разных видов, но для нас характерен, в принципе, больше апистархоз как раз. И это такие, скажем так, небольшие, то есть это не какие-то там метровые особи. Они в основном паразитируют в желчеводящих путях. И симптомы, которые могут быть, симптомы какого-то такого вот именно подострого страдания желчеводящих путей. То есть, опять же, пациент, диагноз будет с холециститами, с холонгитами, с какими-то, например, если это взрослые уже люди. Это будут какие-то неясные желтухи механические. То есть, как бы, когда вот этот пациент может попасть в хирургию с диагнозом, там, острый живот, холецистит под вопросом. То есть, повышенный гидирубин, повышенный печеночный экспермент. Да, будет цитолиз, будет холестаз, будет желтуха и, соответственно, будет болевой синдром. И там уже разбираться будут хирурги. Там камни или апистархоз. Опять же, есть методы диагностики. То есть, для апистархоза, в принципе, можно делать дуоденальное зондирование. Тогда варварская довольно процедура. Но, опять же, те, кто в эндемичных районах живет, они знают, что это такое. Вот, обнаружение самих особей в содержимом дуоденальном, при микроскопии. Можно найти апистархов при исследовании, опять же, методом формалинофирного обогащения. То есть, анализ кала. Анализ кала там находится, если хорошо смотреть. Иногда при, скажем так, хорошей насмотренности врачей лучевой диагностики на МРТ, если делается там какая-то контрастная холангиография, это все видно, опять же, и специфические изменения. Вот. Есть антитела. Но про антитела, я думаю, мы немножко позже поговорим. Потому что антитела, это как бы отдельная песня, они имеют вспомогательное значение. То есть, это не критерий диагноза. Так что, ну, препараты для лечения апистархоза есть. В принципе, такие пациенты действительно есть. Он может действительно течь очень длительно. Он может вызывать относительно хронизацию. И есть данные, что способствуют развитию злокачественного перерождения в желчеводящих путях. А вот если они там действительно в желчеводящих путях как-то скапливаются и живут, и вот мы назначаем им какие-то препараты, они же там гибнут, а как их выводить-то оттуда? Ну, они же в жестоком желчей выводят. Ну, то есть, они не вызывают закупор. Нет, ну, их не так много, ну, чтобы были прямо обтурации, вряд ли, наверное. Такого не бывает, да? Ну, надо поговорить с теми, кто как раз с этим работает. Ну, вроде как не описано было. А вот я забыла у вас спросить про аскорид-то. Чем их лечат, во-первых? И, во-вторых, чтобы мы подчеркнули, что все-таки вот... Аскориды лечатся альбиндазолом однократно. Тоже альбиндазолом. Вообще без проблем. Там даже не нужно повтора. Понятно. В пределах семьи, то есть, как в отличие от астриц, здесь заражение не произойдет, потому что надо, чтобы яйца созрели в земле. Аскорида от человека к человеку не передается. То есть, если там, допустим, из вашего ребенка вдруг это выползло, все, конечно, ужаснулись, но всем лечиться не надо, да. То есть, например, ну, если вы там все вместе проводили лето на даче и там что-то там ели с этих грядок, клубнику, которую чем-то удобряли непонятно чем, да, вы можете все... То есть, вот выявили, сдали. Критерием диагностики аскоридоз будет или а. обнаружение яиц в кале, б. отхождение особи. Вот. Не антитела, опять же. И если выявили, то есть, например, если в семье действительно кто-то один, но все остальные могут сдать кал, посмотреть трехкратно. Если все отрицательно, значит, нет, все, вопрос закрыт. Вот. Поэтому, как бы, вот всем поголовно тоже не надо лечиться. Так, ну и понятно, что аписторхами тоже невозможно заразиться от человека. От человека к человеку не передается. Для этого нужна рыба. Причем сначала попадание в водоем, потом вот этот прудовик, потом... Ну, в общем, там настолько сложный вот этот вот цикл, который, в принципе, довольно легко нарушить. А вот при аписторхозе будут повышенные эзенофилы? Да. Тоже вот. Да, будут. И причем там вот то, что я видел, там 40-50-60 процентов. Там вообще пациент был с желтухой, с трансаминазами, с высокой эзенофилией, думали, там, лейкоз, может быть, опухоль какая-то. То есть там будут изменения в клиническом анализе крови, очень такие вот явные, выраженные. И обычно таких анализов пугаются и отправляют к гематологу. Потому что когда видят там 60% эзенофилов, конечно, глаза вылезают на лоб. А вот теперь давайте еще, знаете, о чем поговорим? О наших несчастных домашних животных, потому что все всегда почему-то грешат на них, что гельминтоз, главный источник, это обязательно либо собаки, либо кошки. Насколько вот это действительно так? Потому что вы сейчас рассказали о самых распространенных гельминтозах, и ни в одном из них не участвовала ни собака, ни кошка. Да, собаки и кошки действительно не участвуют. На самом деле это один из мифов, связанных. Вот у нас, я помню, какая это была у нас мероприятие, где мы как раз про эти все мифы говорили. Значит, не существует гельминтов, которые непосредственно передаются от кошек и собак. То есть, например, вы нашли на улице котенка, решили его пожалеть, принесли вы его домой, умилились, там вы его помыли, обработали, из него вдруг полезли изо всех дыр какие-то страшные вещи. Они противные, они некрасивые, вы ужаснулись, но вот то, что из него полезло, для человека не патогенно. Опять же, есть определенные гельминты, да, которые имеют определенные, ну вот, человек может быть частью вот этой вот цепочки. Ну, те же таксокары, например, да, это круглые черви, это нематоды. Как раз окончательным хозяином являются кошки-собаки. Но для того, чтобы инфицироваться от кошки, вот непосредственно вы не инфицируетесь. То есть, кошка должна, соответственно, накакать в почву, ну, например, там, ну, для токсокароза характерно, это там, песочницы, например. Эти фекалии должны находиться определенное время, при определенной температуре, они проходят инкубацию, приобретают инвазионность. То есть, если вот прямо свежее, вы не инфицируетесь, оно должно полежать определенное время, при определенной температуре. И вот если вы вот эту вот почву зараженную, там, например, вы склонны к поеданию, например, песка из песочницы с овочком, да, вы тогда действительно можете инвазироваться токсокарозом. То есть, смотрите, от своей кошки заразиться нельзя, но если вы повели ребенка на песочницу, а ведь в песочницу все время какают какие-то нити кошки. Да, 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 но токсокароз имеет симптомы. Высокая зенофилия, опять же, часто это симптомы, схожие иногда даже, вот там характерна как раз аллергизация, потому что там идет миграция этих личинок, тканевые формы, да, и как мы вот про аскоридоз говорили, токсокара является тупиковым путем, то есть токсокара в человеке не размножается, она попадает, она мигрирует и как бы... И где она останавливается, в мышцах? А в разных местах, она может быть, ей же описано токсокароз глаза, например, то есть она может и в мышцах... Ну, в головном мозге реже, в основном, глазные вот формы описывают, и в мышцах в основном. Но опять же, это будут симптомы. В основном это все-таки дети, да. Ну, дети, ну, взрослые, может быть, какая-то, такие, скажем так, ну, пациенты с какими-то психиатрическими отклонениями, которые склонны к поеданию земли, например. А как часто вот вы это видите? Это встречается? Да, токсокароз, он встречается, но это не такая большая проблема. Существует больше гипердиагностика, потому что, опять же, антитела сдают, перекрестные реакции получают. То есть для токсокароза характерна все-таки высокая зенофилия. Высокая зенофилия и симптомы. То есть если вот у нас складывается все, эпидонамнез плюс симптомы, и мы тогда подтверждаем. Да, токсокароз один из немногих гельминтозов, для которого мы можем действительно отслеживать уровень антител в крови, потому что это не просветный гельминтоз для человека, он просветный будет у животных. А у человека это будет тканевой гельминтоз, поэтому яица мы у человека не найдем. Это миграция вот этих вот личинок. То есть человек это, грубо говоря, промежуточный хозяин для токсокароза. То есть точно так же, как тархин и лёд. Да, если мы видим ребенка, у которого неясная температура, высокая зенофилия, боли в мышцах, мы сдаем антитела в крови на токсокароз. Да, мы сдаем. Глобулины G. Какой титр для нас будет показательным? Вообще диагностическим титр 1 на 800 и выше, ну, хотелось бы видеть высокие титры. Или нарастание там в 2-4 раза в динамике парной сыворотки с интервалом там 2-3 недели. Ну, классические иммунологические законы, собственно говоря. Потому что титры там 1 на 400, 1 на 800 при отсутствии азенофилии, это могут быть ложноположительные. Всё-таки надо понимать, что иммуноферментный анализ, он обладает высокой чувствительностью, но очень низкой специфичностью и очень много перекрестно реагирующих белков. То есть, когда к нам приходит пациент, у него положительные антитела там на аскориды и ещё там на что-то, мы чаще всего на это внимание не обращаем. Ну, мы просто должны объяснить и понять, откуда это взялось. Или действительно найти этих аскорид всё-таки в кале, да, чтобы... Да, для того, чтобы поставить диагноз аскоридоз, мы должны обнаружить яйца в кале или получить отхождение особи. Никакие антитела критерием диагноза не являются, это, собственно говоря, есть и в клинических рекомендациях. Сирологические методы вспомогательные. Но для токсокороза это единственный момент? Ну, для токсокороза, да, единственный, потому что как бы токсокара, она для человека является... То есть, человек для токсокара является промежуточным хозяином. А скажите, пожалуйста, это опасное заболевание вообще, когда вот в мышцах откладывается это всё, это можно вылечить? Ну, это неприятное заболевание, это лечится, токсокороз лечится тем альбиндозолом. То есть, мы всё лечим альбиндозолом? Ну, не всё, мы сейчас пока говорим про круглых. А про апистархоз? Апистархоз лечится прозиквантел. Прозиквантел. Билтрицит. А там долго прозиквантел? Там, по-моему, длительный курс, да, в отличие от... Нет, там не сильно длительный. Но всё равно это не один день. Ну, он короткий. Токсокороз лечится длительно. Токсокороз лечится тоже альбиндозолом, и лечится альбиндозолом минимум 10 дней. 10-14 дней в среднем даётся курс, потому что это тканевой гельминтоз. И особенность, опять же, если мы помним альбиндозол, например, его всасывание повышает приём жирной пищи. То есть, если мы лечим, например, аскоридоз, который просветный, нам это не так важно. Нам нужно, чтобы препарат действовал в просвете кишки. Или, например, мы астриц лечим. А если мы, например, лечим что-нибудь типа эхинококоза или токсокороза, или, например, трихинеллёз, который в мышцах, нам надо, чтобы препарат хорошо всасывался. Чтобы повысить всасываемость препарата, нужна жирная пища. Он хорошо всасывается именно с какой-то вот такой вот пищей. Но надо помнить, опять же, что длительные дозы альбиндозола тут надо взвешивать и подтверждать диагноз, потому что побочных эффектов очень много. Вот я просто хотела спросить, насколько они токсичны, потому что у меня есть пациенты, которые профилактически на всякий случай, там, раз в год или даже два раза в год себя кормят этими таблетками детей своих. Надо тоже донести, что эти препараты достаточно опасны, да? Ну, во-первых, не существует универсальных схем. То есть, например, если вот как у животных, например, однократный приём того же альбиндозола, он сработает при острицах и при аскоридах. А это вообще к животным не имеет никакого отношения, это чисто человеческое. На всё остальное есть определённые курсы разной длительности. То есть, однократный приём вам не вылечит. Но, опять же, препараты токсичны. Из побочных эффектов, с которыми я вот конкретно встречался, неоднократная талопиция. Как бы, ну, так себе побочный эффект, когда начинают волосы вылезать, как бы, ну, люди пугаются. Вот. И нетропини, конечно, то есть угнетение кровотворения. Оно обратимое или всё может? Оно обратимое. В принципе, оно обратимое. Ну, бывают деятели, которые огромные дозы, конечно, употребляют. Ну, в принципе, нет. Это обратимые вещи, но они пугающие, конечно. А вот ещё я хотела спросить про кошек. Вот везде мы всё время об этом помним, что беременным ни в коем случае нельзя контактировать с кошками из-за токсоплазмоза, правильно? Это токсоплазмоз, это простейший, это немножко другое. А, понятно. То есть, это мы сейчас... Ну, нет, мы можем, если время будет, поговорить про это. Ладно, отдельно, да, поговорим. Итак, значит, мы с вами поняли, что животные вообще ни в чём не виноваты. Животные, да. Так, и тогда надо ли нам их, несчастных, дегельминтизировать профилактически два раза в год, как на Мэтрике? Ну, вот тут мнения науки расходятся, потому что в России принято, в принципе, раз в год точно обычно проводится вакцинация от бешенства, и перед ней даётся дегельминтизация. Это стандартные рекомендации ветеринаров, которые вы можете сделать в любой ветеринарной клинике. Если вы откроете международные какие-то рекомендации, вы удивитесь, там таких рекомендаций нет. Поэтому всё-таки считается, что вот как бы можно, конечно, ветеринаров умных спросить, как они к этому относятся. Ну, вот, например, по международным рекомендациям однозначно таких вот указаний на то, что раз в год надо всех травить, нет. Вот, ну, как бы тут, опять же, разумные какие-то должны быть вещи. Вот, про что, наверное, ещё люди, наверное, спросят по поводу, а как же ихинококос? Да, давай. Потому что собаки являются источниками ихинококоза. Ну, мы так плавно переходим, наверное, к ленточным, да, потому что ихинокок – это ленточный, и дальше пойдём к самым интересным. Вот. Ихинококос, да, бывает, в России он регистрируется, но тут тоже есть очень одна большая проблема. Собаки являются окончательным хозяином ихинокока. То есть там червь живёт? Там в них живёт, да. То есть, например, человек является промежуточным хозяином. То есть в человеке, грубо говоря, в человеке или, например, ну, те же овцы, в них зреют как раз личинки в различных органах. То есть для собаки это будет просветный гельминт, ну, например, это будет так называемый солитёр с головкой, на котором нарастают членики. Эти членики будут выходить, собственно говоря, и приобретать свою инвазионность. Ну, как это характерно для плоских червей, для различных там лентецов, для цепней и прочих. Только как бы ихинокок, он не сильно большого размера, это вот эти не метровые истории. Но, сейчас я мысль формулирую. Вот этот членик выходит из собаки. Членик выходит из собаки, и он инвазирует промежуточного хозяина. То есть вот здесь уже человек может непосредственно от собаки заразиться. Для этого не надо почву есть. Ну, во-первых, членик должен выйти, он всё равно должен где-то вот, то есть он же не будет ползать по этой собаке. Этим можно действительно заразиться вот непосредственно. Но надо понимать, что это должна быть за собака. То есть это должна быть пастушья собака. То есть вы должны жить где-нибудь на юге России, в сельской местности, и у вас помимо этой собаки должно быть ещё стадо овец. И собака должна это стадо овец охранять. Вот там – да. А если, извините, вы живёте в городе, там, Москва, и у вас там какой-нибудь шпиц, которого вы вносите под мышкой и кормите сухим кормом из пакета, ну, какой ихинококос, ну, не надо вообще людей смешить. Вот, поэтому это должны быть пастушки собаки, которые охраняют стада, которые плотоядные, которые, собственно говоря, едят мясо. И ихинокок, опять же, если ихинокок попадает в человека, это, опять же, тупиковая ведьма развития. То есть человек не может кого-либо заразить. То есть по факту, чтобы заразиться, вот человек, например, он промежуточный хозяин для ихинокока. Ихинокок попадает в ткани, например, чаще всего это печень, лёгкий головной мозг, и образует там вот эти гидатиды, кисты, в которых находятся как раз эти личинки. И чтобы заразиться вот этим всем, надо этого человека съесть. То есть надо съесть его печень, головной мозг и легкие. Ну, например, если волки набросятся на человека, съедят, волки получат, цепочка дальше сработает. Но для этого нужно человека опять же съесть. Поэтому человеку тоже, наверное, надо съесть. То есть каннибализм должен быть. Поэтому так это не работает. И с эхинокозом какие проблемы? У нас иногда диагностика с ног на голову переворачивается. То есть очень часто бывает то, с чего мы начинали разговаривать. Человек приходит к доктору, доктор говорит, ой, вот у вас тут куча полиморфных жалоб, там недомогание, хвост отваливается, лапы ломят, там мышцы болят, с утра они проснутся, там жизнь не радует, давайте поищем глистов, давайте вот сдадим. Вот есть такая лаборатория в Москве, адрес не буду говорить. Там берут чуть ли не 20 разных антител к разным гельминтам. Я думаю, кто в Москве живет, наверное, в этот адрес слышали. И приходят люди, у которых, о, такая простыня, и там прямо написано. Там антитела к канди, да, антитела к эспергилюсам, но это грибы. Антитела там к разным, к разным, к разным. Вот. И к хинококу тоже. Значит, для диагностики хинококоза у нас есть определенный алгоритм. Сначала мы находим кисты. Например, кисты эти мы находим, делаем там УЗИ, да, или там случайно подозревали у человека пневмонию, откатали ему КТ легких, и оба там обнаружили типичные. Люди, которые смотрят МРТ, КТ, они эти кисты видят, они знают, как они выглядят, они специфические. Поэтому головной мозг легкий. Если мы находим эти кисты, дальше мы уже смотрим. Да, смотрит хирург, инфекционист. Если эти кисты действительно похожи, то они начинаются, как бы сначала мы даем химиотерапию чем-же альбиндозолам, например, ну или каким-то другим препаратам. Идем на хирургическое вмешательство. По возможности это все удаляется. Причем в Москве, я знаю, что этим занимается научный центр хирургии имени Вишневского. В Петербурге это клиника военно-медицинской академии хирургическая. То есть это должны быть хирурги, которые это умеют делать. Ну, например, где-то в южных территориях, в восточных территориях, где это распространено, действительно, там Кавказ, например, там хирурги с этим часто сталкиваются. То есть в обычной районной больнице по скорой помощи, ну мало кто, наверное, умеет это делать все-таки, есть хирурги, которые этим специализируются. И эти кисты, соответственно, надо удалить аккуратно, потому что если эта киста лопается, происходит обсеменение, грубо говоря, происходит метастазирование. Ну так вот это можно назвать. И происходит дальнейшее распространение возбудителя по брюшной полости, еще куда-то. То есть и для этого, опять же, например, вот мы кисты эти все удалили, и мы еще даем как минимум месяц химиотерапию препаратам, тем же альбиндозолам. Плюс существует схема, что мы можем там, допустим, две недели перерыв сделать, потом опять месяц даем. То есть с эхинококом все как бы вот, ну мы должны подтвердить. А получается у нас наоборот. Человек пошел, сдал вот эту панель на там 10, 20, 15 гельминтов, и приходит и показывает, вот у меня антитилах химиотерапию. Ну как бы антитилах химиотерапию эпидонамноза нет. То есть он в сельской местности не был, там овец он не пасет. Ну хорошо, ладно, делаем узи печени, делаем к этой легких, делаем к этой головного мозга, кист нет, все вопрос закрыли. Вот поэтому... То есть лучше с этого не начинать? Лучше с этого не начинать. Очень, я просто, вчера мы тут с одним доктором тоже как раз это все обсуждали, какой-то был в соцсетях запрещенных, вчера опять какое-то такое вот бурление по поводу очередных врачей и превентивной интегративной медицины, у которых там даже, мы посмотрели, там есть такая реклама, что вот у них такая комплексная услуга скрининг вот этих вот гельминтозов. То есть если вы... Ну и там написано, если у вас полиморфные жалобы, вы плохо себя чувствуете, у вас там какие-то поливитаминные дефициты. Ну, все, что любят наши интегративщики, да? Вот, вам там с утра с кровати не встать, вы боретесь с подушкой, там жизнь вас не радует и вообще, и вообще, и вообще. Вот, вот у нас есть там такая программа, туда входят антитела к гельминтам, туда входят еще там азинофильнокатионный белок, там общий ИГЕ. Вот, и вот точно мы что-то найдем. Ну, эти пресловутые антитела к четырем гельминтам, да? Там Аписторх, Трихинелла, Тексакара обычно идет и Хинокок. Ну, надо понимать, что это совершенно разные виды, что кто-то из них круглый, кто-то сосальщик, кто-то... Вообще это ленточный червь, и у них разные механизмы передачи, у них совершенно разное существование в этом мире. Поэтому вот нельзя вот так вот скринингово... Ну, это вообще наши проблемы лабораторного маркетинга, да? Сейчас вот эта вседостволенность. То есть вот что-то я себя плохо чувствую, пойду я в лабораторию, в какую-нибудь сетевую, откроем мы прескурант этой лаборатории и сдадим-ка мы все, что там есть в прескуранте. А ввозь что-то где-то плюсанет. Ну и вот от этого возникают... Обязательно плюсанет, потому что специфичность невысокая. Да, поэтому вот так. Понятно. В общем, антитела, дорогие друзья, не назначайте просто так. И вообще лучше начинать с анализов КАЛА. Да, мы начинаем с простого. Во-первых, мы начинаем с эпидонамнеза. Так, у нас появились вопросы. О, у нас появились вопросы. Да. Так, с эпидонамнеза, с анализа КАЛА. И уже потом, если... Ну, я поняла из ваших всех рассказов сейчас, что антитела мы вообще сдаем только в случае таксака. Антитела мы даем в случае таксака и трихинеллы. Тихинеллы. Ну, антитела нужны для... А мы еще про широкого лентеца не говорим. А, про широкого лентеца. А у нас время есть, да? Ну, мы чуть-чуть можем задержаться, потому что, мне кажется, это важно. Ну, широкий лентец, это то, что я, можно сказать, держал в руках. У меня даже баночки были с ним. Он действительно распространен в нашей местности. В Санкт-Петербурге он есть. Но это рыболовы. То есть, опять от рыбы заражаются. Это рыба, да. Основной промежуточный хозяин – это щука и щучья икра. Соответственно, да, он красивый. Особенность широкого лентеца в том, что одним из как раз симптомов специфических, как раз именно для этой инвазии, будет B12-дефицитная анемия. Так называемая пернициозная анемия, которая имеет соответствующие клинические проявления. Потому что он, я помню, поражает подвздошную кишку, где как раз происходит всасывание витамина B12. Да, он конкурент за витамин B12. Поэтому широкий лентец действительно – это плоский. Это солитер, который имеет головку, и от этой головки, соответственно, нарастают. И он не умирает через полтора года. Он может долго существовать. То есть, важно, когда мы начинаем лечить пациента, важно найти, вместе вот с этой всей длинной лентой, которая отходит, важно найти вот эту головку. Потому что, если эта головка не вышла, то есть риск того, что она осталась, и дальше она будет так. А она прям видна, да? Ну да, сколикс, так называемый. Она видна? А какого она размера? Сантиметр там? Нет, ну где… Я вот так вот надо смотреть. Я видел в основном куски именно, фрагменты. То есть, вот саму голову я ни разу не видел. Только вот на картинках, если смотреть. Вот, поэтому… Ну, она специфически очень выглядит. Поэтому, ну, прицельно мы копаемся и смотрим. Какой кошмар. Ну, эти ленты, да, отходят. Были тут картинки, присылают там в соцсетях, когда из ребенка там вот это вот вылезает, такая вот бледная такая лента. Вот, поэтому, ну да, вот выглядит это все очень некрасиво. Опять же, были у меня пациенты, которые были в Карелии, ели там экологически чистую рыбу с экологически чистой рыбной фермы. Ну, как говорится… А от ребенка можно вот этой штукой заразиться? Нет. Только от рыбы? Это должно попасть в воду, потом попасть в рыбу, потом попасть как бы в мышцы рыбы в виде личиночной стадии и только тогда. То есть, если вы даже вот это вот съедите, эту ленту, ну, по каким-то причинам, вот, то вы не инвазируетесь. И это может быть, наверное, актуально только для свиного цепня, потому что свиной цепень, он опять же имеет особенность, он может быть… Человек для него может быть как окончательным хозяином, в котором будет расти именно вот сколикс и членики в виде ленты как раз в кишке, но для свиного цепня характерно то, что человек может быть, например, при рвоте или человек может быть еще промежуточным хозяином, и болезнь называется тыстициркоз. То есть, человек будет носить в себе эти личинки, и они могут как раз… Ну, это отдельная песня, это довольно неприятная ситуация, потому что это может попасть в головной мозг, вызывать там такие вот довольно… Надо съесть сначала сырое, а свиной… Это свинья, да. Ну, опять же, инвазии лентецами, надо понимать, да какой источник. То есть, например, для свиного цепня это все-таки будет необработанная сырая свинина. Но я не думаю, что кто-то вот из нас прямо вот любит сырую свинину есть. Для, например, бычьего цепня это все-таки, опять же, плохо обработанная говядина. Это, наверное, вот больше те люди, которые шашлыки любят, да? Ну, это шашлыки, это непрожаренные, это да, это вот именно это. Вот, хотя от свинины чаще трихинеллез все-таки бывает. Ну, опять же, это кабанан. Но так как рыбу все-таки чаще едят, и все-таки больше вот эти вот цистодозы, лентецы, они больше были характерны, ну, там, для середины века, когда действительно вот в плане не было ветконтроля, когда вот было свое хозяйство, где там были свои свиньи, свои коровы, где это вот все вот так вот варилось в общем каком-то этом самом. А как мы его находим? Тоже в анализе? Яйца, яйца, да, да. А лечим? Лечим прозиквантеллом. Прозиквантеллом. Значит, мы лечим прозиквантеллом широкого лентеца и эпистархоз, все остальное альбиндозолом, я запомнила. Ну, примерно так. Примерно так. Ну, если что, если у нас, значит, будут вопросы, и мы находим такого пациента, мы его будем отправлять к вам. Ну, здесь, да. Если уже лучше, конечно, не острицы, конечно, с острицами отправлять не надо, а если что-то такое, то, конечно, там надо разбираться. Так, ну, вот у нас вопросы, вопросы. Ну, вот мы не поговорили про лямблии, амебы и все остальное, то, что касается паразитов, да. Ну, давайте. Вот у нас есть вопросы. Как при неспецифических жалобах со стороны ЖКТ можно заподозрить лямблиоз? Ну, лямблиоз вызывает не неспецифические жалобы, он вызывает острую кишечную инфекцию, диарею? Он вызывает, да. Диарейный синдром боли в животе. Вот. Ну, иногда описано, что действительно при какой-то вот массивном разрушении лямблии могут быть определенные крапивницы, но это не атопический дерматит, да, когда вот аллергологи направляют, исключать, это же у нас основной источник, это аллергологи, кто ищет глистов и простейших. Вот. Поэтому лямблиоз все-таки надо воспринимать как острую или подострую кишечную инфекцию. То есть это будут поносы, это не всегда будет прямо такая острейшая картина, как, например, при ротовирусном или гастроэнтерите, вызванном нарфолком, когда прямо вот полощет. Это могут быть действительно какие-то затяжные, но затяжные, опять же, не годами. Две недели. Ну, две-три недели, да, какой-то затяжной понос у детей, например. Лямблии, источник основной, это все-таки вода. Причем, опять же, вода в сельской местности, вода не обработана, то есть это не из-под крана, которая хлорируется или озонируется, а это вот, ну, грубо говоря, надо из колодца, из речки попить грязную воду. И лямблии начинают размножаться в тонкой кишке. Лямблии хорошо действительно размножаются на высокоуглеводистой пищи, поэтому при лечении лямблиоза желательно как раз убирать высокоуглеводистую пищу, потому что они на этом как на дрожжах растут. Но лямблиоз лечится довольно просто, в принципе. И там ничего такого нет. Альбиндозолом? Нет. Вот альбиндозолом лямблиоз лечить не надо, оно написано в рекомендациях. Но зачем альбиндозолом? Это более токсичный препарат, во-первых. Во-вторых, больше неудачный альбиндозол и при лечении лямблиоза. Чем лечим? У нас варианты какие? Или нитрофуран, или нефурател, ну, Макмирор торговое название. А этрофурил не подходит? Нет, нет, не подходит. Или мой любимый препарат, чем я люблю лечить лямблиоз, это орнидозол. Там, в принципе, фокус в том, что лямблиоз – это проблема чаще детская. Тот же, например, Макмирор, кто видел, кто знает, он мерзкий, он горький. И для того, чтобы лечить, например, лямблиоз у ребенка, надо семь дней принимать этот Макмирор, там, два раза в день. Ну, попробуйте дать вообще, у кого есть дети, попробуйте дать вообще какую-то горькую таблетку ребенку. Да он не съест у вас. Это, извините, не кошка, где вот так и спихнул. Вот. И не собака. А чем мне нравится орнидозол, тем, что там достаточно двукратного приема. Тоже горькая таблетка, конечно, мерзкая на вкус. Но это не 14 таблеток, грубо говоря, а всего две, например, надо съесть. Все-таки как-то вот проще это все будет. Там достаточно вот одной-двух доз. Ну, и мы должны сказать вот еще, что вот у нас у всех распространено такое представление, что лямблия – это хроническая инфекция, которая годами течет, которая вызывает вот эту слабость, недомогание, аллергию, что лямблия – это все-таки острая инфекция. Даже если мы ее не будем лечить, она самоэлиминируется. Ну, иногда у детей лямблиоз может быть затяжным, он может давать какие-то симптомы, подобные целиакии, но это, опять же, это будет ограничено во времени. Это может быть, да, дефицит, вот эти вот различные, ну, по типу молиабсорбции, дефицита питания. Ну, опять же, лямблиоз, если вот при такой картине, он легко диагностируется. То есть у нас есть, критерием диагноза лямблиоз будет обнаружение лямблиих цист при микроскопии. Никакие антитела, вот заклинаю просто, потому что антитела к лямблиям тоже вот эта любимая манипуляция. Это не является критерием диагноза. Есть еще определенные методики, которые тут любят, но на самом деле или антиген лямблии, методом кали, или микроскопия, обнаружение вегетативных форм и цист. То есть мы обнаруживаем самого возбудителя, не антитела. Да, не антитела. Мне кажется, у нас у всех есть антитела. Я думаю, мы все, кто где-либо пил воду, все болели этим самым. Поэтому... Так, повышаются ли риски инфицирования гельминтами при наличии домашних животных? Мы уже сказали, что нет. Это все уже обсудили, нет. Домашние животные безвредны. Какой объем обследования оптимален при жалобах на кишечное расстройство, полученное после выезда за рубеж, особенно в южные экзотические страны? Ну, надо смотреть, что за кишечное расстройство. Если там есть гемоколит, то мы все-таки, да, простейших ищем. Мы ищем аммиоп, например. Вот. Если там все-таки у нас идет какая-то такая секреторная водянистая диарея, то в первую очередь надо помнить, что у нас есть понятие о диарее путешественников. Не, не дизентерия. Это в основном будут энтеротоксигенные кишечные палочки. И шерихи, диарея путешественников. Ну, то есть это анализ кала на патогенную кишечную... Это посев раз. Ну, посев, он обладает, скажем так, высокой специфичностью, но низкой чувствительностью. ПЦР сейчас делают? Да, есть стандартные наборы ПЦР. Для диагностики есть, как бы мы с ними работаем. Есть ПЦР кала, так называемый Окискрин. Это обычно Шигелла, Сальмонелла, Кампилобактер панель идет. Часто она идет с вирусными кишечными. То есть это ротонора, астроаденовирусы, например. Это вот стандартный такой. И отдельно есть ПЦР-панель, такая коммерческая. Это диареогенные шерихи. Это энтеропатогенные, энтеротоксигенные, энтероинвазивные, энтерогеморрагические, энтероагрегационные шерихи, в принципе. Ну, шерихиоз — это вообще отдельный разговор, потому что его надо очень аккуратно лечить и всегда помнить, что риск гемолитикоуримического синдрома, ну, это тема для другого разговора, да, лечения кишечных инфекций. При кишечных инфекциях антибиотики должны назначаться крайне осторожно. И лучше не назначать, ну, это ладно. Вот, и поэтому при вот этих вот затяжных диареях надо помнить о том, что шерихиозы, да, простейшие бывают, бывают специфические простейшие, как раз характерны для вот этих вот южных регионов. Амеба, наверное, больше. Ну, амеба, это все-таки, это будет гемоколит. Ну, то есть кровь в стуле. Это гемоколит, это кровь в стуле. Но, опять же, основные сейчас возбудители все-таки гемоколитов это кампилобактер и сальмонелла, реже шигелла. Ну, амебные, да, были, видел, но это, опять же, эпидонамнез, то есть это выезды куда-то в экзотику. Вот здесь же спрашивают правую. Ну, вот, да, простейшие. То есть мы сдаем на патогенные бактерии и на простейшие. И простейшие микроскопию. Так, возможно ли клинически дифференцировать СРК, функциональные нарушения ЖКТ и паразитарную инвазию? Клинически, наверное, нет. Ну, клинически, наверное, нет. Подскажите, пожалуйста, если выявляются антитела к аскоридам в значимом титре, что делать? Кал на яйца глист отрицательный. Сдать три раза методом эфирной концентрации, если все отрицательно, у стол успокоится. Сдать кал, да. Антитела не являются критерием диагноза аскоридов. Так, вот это вот что-то тут. Кошачья двуустка. Опять антитела. Ну, вот вылез этот адрес мой любимый, про который я не хотел говорить. Ну, вот мы уже... Вопрос такой, нам надо его зачитать сначала. Что выявлены антитела к целой куче различных гельминтов у одного человека. Нужно ли верить анализу? Нет, не нужно. Не нужно верить анализу. Не нужно, потому что это совершенно разные гельминты, обладающие совершенно разными симптомами. И сам по себе метод недостоверен. Это иммуноферментный метод. Иммуноферментный метод, я думаю, врачи представляют, что такое. Да, это вот эти тест-системы реактивы, это ручной ИФА-метод. То есть это даже не химилиуминесценция, которая позволяет что-то более-менее нормально посмотреть. Это ручной ИФА на плашках, который, если вы помните, смысл с этого метода – это определение оптической плотности раствора. То есть, грубо говоря, сегодня вы заварили чай такой концентрации, завтра вы заварили чай чуть ярче концентрации. Вот это вот сравнение мутности раствора – это, ну, вот это вот ИФА-ручным методом, вы знаете, гадание на кофейной гуще, оно иногда даже более информативно. То есть, как контроли сработали в этом методе. Это ужасно на самом деле. Вот этот вот ИФА, поэтому не хочу про него ничего говорить, потому что меня тут уже в суд хотели подать производители. Так, повышенная кислотность как может влиять на развитие гельминтоза? Ну, мы уже сказали, что если есть кислота в желудке, то это снижает риск инфицирования. В принципе, кислота – это фактор защиты, да. Да, расскажите, пожалуйста, про лимблиоз, всех ли лечить, но мы уже вроде рассказали. Симптомы должны быть лимблиозы. Если есть симптомы острой кишечной инфекции, то мы их лечим. Дальше. Здравствуйте. Может ли причиной инфицирования стать удобрение грядок компостом с добавлением содержимого биотуалета? Ну, вот тут как раз, да. А скорее дозам можно так заразиться. Говядина с кровью в ресторане тоже опасна? А вот тут как раз мы, наверное, вернемся к теме, которую мы не осветили. Мы про кошек что говорили? Мы говорили про токсоплазму. Так. На самом деле основной путь передачи токсоплазмы – это не кошки, а это не термически плохо обработанное мясо. И про это надо помнить. И говядина тоже? И говядина тоже. И если открыть международные рекомендации, вы можете говядину с кровью в ресторане, в принципе, ну, надо понимать, что токсоплазмоз для кого опасен? Токсоплазмоз опасен для ВИЧ-инфицированных и для беременных, которые ранее с этой инвазией не встречались. Поэтому есть даже международные рекомендации, например, что если вы планируете беременность и вы, например, на каком-то сроке беременности находите, то ни в коем случае, во-первых, не пробовать сырой фарш на соль, как делают люди, не увлекаться там карпаччо, тартар и прочими вот этими всеми радостями, потому что есть люди, которые это действительно любят, иногда беременных тянет как раз на разные несъедобные вещи. Вот. И работать с фаршем и мясом только в перчатках. Поэтому не кошке виноваты. Опять же, если кошка у вас живет дома и какает в лоточек и питается сухим кормом из пакета, какой тут токсоплазмоз? Вот если вы живете в деревне, и у вас кошка плотоядная, то есть для передачи токсоплазмы кошка должна быть хищником, плотоядной. Вот тогда будет передача, да. То есть кошка должна есть мясо. Сырое мясо. Ну, мышей. Мышей, да. Ну, или просто, в принципе, вот сырое мясо должна есть. Тогда действительно есть риск. Кошка, которая живет дома, там какой-нибудь сфинкса, который, не дай бог, там от сырого мяса уже сразу по носу начинается, который ест только какой-то специальный гипоаллергенный корм из пакета, но тут нет. А вот как раз, если вы сами едите сырое мясо, токсоплазмоз вы можете подхватить. А вот эта говядина, она же наверняка уже была заморожена. Это не защищает нас? Нет. Ну, обычно все-таки нет. Если она длительно заморожена, если там глубокая заморозка была. Мы еще, кстати, про низокит не поговорили. Нам надо, значит, второй раз с вами встречаться. Ну, в общем, сырое мясо может быть опасно. Сырое мясо может быть опасно именно токсоплазмой. Ну, и сырое мясо, если вы охотник, вы там лося завалили, кабана. Это иногда вспышки даже бывают. То есть завалили, там на костре зажарили, съели там группу охотников. Ну, и потом залихорадили все. Да, это трихинеллез. Это есть реально, и это можно найти. Вот. Ой, антитела к эрсиниям. Ну, это тоже... Не совсем наша тема. Да, это не наша тема, но надо смотреть, потому что чаще нет. Антитела к эрсиниям, методам ручного ИФА... Ой, опять мой любимый вопрос. Значит, иммуногистохимия нацистылямвли. Это ноу-хау одного учреждения, про которое я не буду говорить, потому что оно обидится. Что такое иммуногистохимия? Вообще иммуногистохимия, вот с точки зрения, да, это нарезка парафиновых блоков. Из чего они делают, и что они там зажаривают, одному богу известно. Из чего они делают парафиновые блоки? На самом деле это не иммуногистохимия, это иммуноцитохимия, во-первых. Во-вторых, это метод, который, во-первых, не является стандартизированным. Он, в принципе, не имеет права к существованию, потому что ни в одних клинических рекомендациях, ни в одних стандартах, ни в 203 приказе вы его вообще не встретите. То есть это такое ноу-хау, разработка местечковая. Поэтому с этим методом очень аккуратно. Я знаю, что, да, его очень любят в одном городе и очень любят диагностировать лимблиоз. Но нет. Так, значит, пока лимблиоз диагностируем традиционно. Ищем возбудителя в кале, да? Так, тенидозол, на мой взгляд, тоже неплох, дешево и мало. Тенидозол. Тенидозол, орнидозол, в принципе, оно все работает. Хорошо. Опять иммуногистохимия, моя любимая. Так, если КАЛ на лямбли, а, 2,4 поведение без клин. А, понятно. То есть мы об этом не говорим. Это метод изначально, да, если вы поговорите с нормальными патоморфологами, патологоанатомами, они вам все расскажут, что такое иммуногистохимия и как на самом деле она должна делаться. Это не диагностика лимблиоза, это диагностика совершенно других заболеваний. Вот спрашивают, в бассейне можно ли заразиться? Вот пришел там человек, например, не совсем чистый, поплавал в бассейне. Чесоткой, например. Что? Чесоткой. Нет, ну имеется в виду гельминтами нет. Нет, нельзя. В бассейне заразиться? А зачем тогда всех перед бассейном заставляют сдавать анализ на гельминт? Энтербиоз. А острицами? Ну, только острицы, да, потому что, опять же, посидели... Но это, наверное, уж не из воды, а... Это не из воды, это все остальное. Полотенца, лавки, там, прочее, прочее. То есть это... Тифозная мэрия, да, конечно, это реально все было. А что такое тифозная мэрия? Ну, это носитель Сальмонеллы Тифи. Понятно. Которая... Это, по-моему, Нью-Йорк, если я не ошибаюсь. Первая, наверное, четверть, наверное, или конец 19-го, или начало 20-го века. Эта мэрия устраивалась кухаркой в различные дома. Там все заболевали брюшным тифом. Ее несколько раз отлавливали, а она... Ее... Тогда же антибиотиков не было. И кончилось тем, что ее изолировали на каком-то острове, по-моему, в Нью-Йорке, потому что у нее с головой тоже было все не очень хорошо. Но ей как бы надо было работать, она... Просто хотела работать. Она бактериовыделитель Сальмонеллы. Но есть люди, которые действительно Сальмонеллу длительно для брюшного тифа характерны. Вспомните вспышку, которая, по-моему, лет 10 назад была в каком-то военном институте в Петербурге, где тоже какой-то сотрудник пищеблока. Там столько курсантов полегло. Там была хорошая вспышка брюшного тифа. Так что нет, тифозная мэрия, это совершенно реально существующий персонаж. Вот спрашивают, если в крови нет высокой эозинофилии, вероятность гельминтоза низкая? Значит, в принципе, низкая, но тут нет прямой корреляции. Например, для тамописторхоза эозинофилия высокая. Для тканевых, для токсокороза и для трихинеллеза эозинофилия будет высоченнее. А острицы, наверное, нет? Острицы нет, аскориды нет. Опять же, если это просветный гельминтоз, то нет. Если в тканях, в общем, что-то живет, то высокая. Бывает улямблю, устойчивость к препаратам. Бывает. К лиминдозолу, например. Иногда к метронидозолу бывает. Так, ну вот нас сегодня завалили вопросами, к счастью, они кончились. Спасибо вам большое, дорогие друзья, за вашу активность. Мне кажется, сегодня было очень интересно. Если у вас еще будут вопросы, вы потом пишите нам в чате, мы постараемся на них ответить. Ну и мне кажется, нам придется с вами еще раз встречаться. Я думаю, да, потому что тем-то много кишечной инфекции, эрсинеоз, это ящик Пандоры, например. Спасибо вам огромное, было очень интересно. Скажите, пожалуйста, какие-нибудь заключительные слова, важные, и мы закончим. Ну, наверное, заключительные слова. Ну, в первую очередь, не надо третировать животных, они не виноваты совершенно. И целоваться можно, и в кровать можно тащить собак, ничего страшного не будет, никто не переползет. Поэтому вот этого бояться совершенно не надо. Вот. И поэтому все-таки, так как мы живем в крупном мегаполисе, ну, не характерны для нас гельминтозы все-таки. Это в первую очередь гигиена. Не ешьте сырую рыбу, и не сдавайте кровь на антитела. И все будет хорошо. Я думаю, да. Ну все, до свидания, дорогие друзья. Спасибо. До новых встреч.